как это сделать? отлично, у вас как шашлычок под коньячок? а? я говорю, шашлычок под коньячок? I wish, как говорится под водичку только а, понятно дома что ли? да, под коньячок было бы гораздо интересней а так вот водичка жарко сильно, коньячок пить как у вас погода? а где вы? где у вас жарко? везде жарко а где я? везде жарко вот где бы я не была везде жарко вы жаркая женщина значит да, наверное но вы знаете, климат то тоже жаркий я конечно рада была бы на себя это все примерить что-то потому что я такая горячая но на самом деле климат тоже не радует, жарко? а в каком штате? ну, я живу в Техасе а это я на даче в индейских резервациях в горах в Оклахоме и жарко что тут? а, прикольно да но мы в Норс Каролайне у нас тоже жарко ну так, у нас терпимо а что-то у вас слышно плохо вы можете добавить звук? у меня вот по максимуму сейчас я даже проверю у меня прям вот все по максимуму до вас был собеседник получше было слышно а вот сейчас вас как-то не очень сейчас я попробую я не уверен крути это тебе не хухры-мухры нет, да хорошо слышно замечательно ну ничего, будем, попытаемся так как бы а вы давно в Техасе? сто лет столько не живут столько не живут не, ну это утрирую, ну где-то 25 лет примерно а дачка новенькая вот всего два года с половиной назад купила эту дачку сама? ну семьей, да здорово ну мы приехали конкретную дачу с дочкой мы купили на пополам мы приехали только 9 лет назад поэтому как бы еще пока дачу еще не накопили ну, знаете, уже наверное не накопите извините, что я так пессимистична надо было раньше приезжаться я пессимистична, но честно я согласен сейчас очень тяжело вы далеко не отсаживайтесь я вас вообще слышать не буду вы еще дальше отсели от компьютера я тоже вас подвину поближе да, это что-то либо надо микрофон либо сидеть поближе, соответственно, к камере да, вот вы то есть вы согласны, да? но некоторые вот у нас тут кто живет в США, да? ну русскоязычные они почему-то до сих пор считают что ничего не изменилось что в Америке как было все классно так и классно и осталось но я-то вижу, что сейчас накопить на дачку и на домик уже совсем не так просто как это было 20 лет назад тогда было, вы знаете, легко и на домик накопить, и на дачку еще и хватало на что-нибудь другое накопить а сейчас как-то я считаю, что так да, я считаю, что те, кто так считают они не правы очень сильно ну мне так вообще не знали, что люди живут в какой-то своем в каком-то своем замкнутом миру в какой-то реалити живут да, в какой-то такой журе живут да, вы знаете, вот они в русскоязычной комьюнити живут вы, наверное, в курсе на вашем побережье там же большое еврейское комьюнити вот в районе Нью-Джерси, Филадельфия вот там вот, да? и они живут, они там сами с собой общаются сами на себя работают все друг с друга знают ходят в эти русско-еврейские магазины и вот они живут в своем миру а то, что происходит в стране такое впечатление, они вообще мышей не ловят иногда блогеры они рассказывают, что в Америке ничего не поменялось как было все шикарно так и осталось вот как ваши ваше мнение я тебе а можно на три? можно, можно, да я вам скажу я тебе скажу, что я живу здесь всего 9 лет и за 9 лет стало намного хуже даже за последние два года можно сказать стало намного хуже, да? да, ну за три за три вообще с бидона, да? как наш байданюк пришел к власти, да? о, точно а эти говорят, ничего не поменялось никакой разницы дебилы, блин как можно не видеть разницу этого, что там, повылазило вы там под подушкой где-то живете под камнем вы живете почему вы не видите и цены у них не поменялись и политика у них не изменилась и нищих они не видят ничего, все прекрасно в стране уроды и дебилы, блин я не знаю, как это дебилы делать ну я с вами согласна но какой у вас план если, например, ну ничего не поменяется вот с выборами допустим, Трамп не придет мне такое впечатление, что ему просто не дадут прийти или Байден снова поднимет все кладбище всех мертвых со всех кладбищ поднимет и снова все мертвые за него проголосуют опять Байден выиграет я тебе скажу так если это опять произойдет мы все переедем в Техас давайте у нас правда уже пол Калифорнии переехала мы уже говорим Техас уже резиновый к нам тоже к нам тоже и Калифорния вся переехала к нам переехала Нью-Йорк к нам переехал Нью-Джерси у нас такой классный штат был а вот этих демократов навезли сюда это какой-то у меня нет слов хороших у меня только мастерные слова это это но и я бы с этим с этим борется ну правительство штата а вот то что они пытаются путем переезда сюда Калифорнии превратить Техас в Калифорнию мы уже называем как Камифорния не превращайте в Камифорнию не превращайте в Камифорнию то есть коммунистическую форнию наш Техас да уже это лозунг но дело в том что были выборы губернатора и еле-еле чуть-чуть у нас не бета бета ну а что ты хочешь он придел сюда он придел сюда он придел сюда плохое слово человек этого голубого не выбрали там буквально два процента была разница между ним и нашим губернатором я говорю что что ты хочешь если этот дебил ну ты знаешь о ком я везет туда из Мексики себе избирателей ну так не только из Мексики он из Африки их везет да с Никарагуэ с Альвадуэ но они все идут самое противное что они все идут через Мексику он везет отовсюду а идут все кому не лень и я уверен что арабов из-за всяких непонятных стран через Мексику тоже привезут ну вот вы знаете вот у меня лично впечатление что уже как говорится it's too little too late то есть уже поздно что-то делать даже если сейчас пришел бы сейчас Трамп и ну вот Байден типа там я там закрыл теперь новый там какой-то указ издал мы там что-то там призакрыли ну закрыли не закрыли даже если завтра Трамп придет и вообще закроет shut it down да completely закроет эту границу уже поздно они говорят официально 8 миллионов запустили а они официально говорят больше 20 миллионов запустили понимаете и им же их запускают я понимаю как это вообще происходит не понимаю я вот для меня это просто бля ну я не знаю у меня нет слов это какой-то беспредел на таком уровне беспредел что ну я ну я прям вот загадка да я прям вот не знаю ну а вот эту пропаганду да голубую ее же пихают тоже извините не снизу люди вдруг поголубили а ее пускают ну сверху пускают эту программу понимаете с правительства запускают что вы обязаны брать нетрадиционные на работу да вы обязаны в школах там разрешаем смотри смотри у меня у меня нет проблем у меня нет проблем нужен немножечко немножечко тому к característицам не я думаю что у меня нет проблем с этими нетрадиционными в общем для них проблем только пусть они будут у себя дома то есть вот трахайтесь там себе спокойненько, куда вы хотите. И как бы меняйте себе полно, что вы хотите. Не надо мне просто это все вводить в мою школу, где дети. Не надо. Мне как бы в моем возрасте мне уже как бы по барабану. Ну, как и что, и где. Да? А детям нельзя впихивать то, что можно быть котенком или, я не знаю, можно быть собачкой. Это просто полный бред. Ну, бред просто. Ну, за каком уровне бред, что я, у меня прям вот нет слов. Ты хочешь быть, ты чувствуешь себя женщиной, чувствуй себя женщиной. Не надо убеждать никого другого. Себя убеди. Убеди себя и будь женщиной. Спокойненько. Только не надо ходить в женский туалет, если ты еще не женщина до конца. Не до конца. Так они же, видите, они же агрессивные. Вот эти, которые меняют пол. Видимо, то, что они гормоны принимают. Они же агрессивные становятся. Если ты видишь, что мужик перед тобой в юбке, его называют в магазине сэр, оно же кидается. Оно же кидается драться. Вы меня неправильно назвали. Я уже не сэр, я уже мадам. А он меня назвал сэр. И еще полицию нельзя вызвать. То, что оно агрессивно на тебя кидается, нельзя вызвать, потому что ты же неправильно его назвал. Понимаете? Это же... Знаешь, что самое смешное? Знаешь, что самое смешное? Я тебе скажу, что самое смешное. Самое смешное, что он одет в... Ну, грубо говоря, в платье, да? В платье, там... В колготках. И вроде как, если сзади посмотреть, вроде как женщина. Я говорю, ну ты хотя бы побрейся. Ты хотя бы побрейся. Ты идешь с бородой и с усами, блин. Ну как? Ну что... Слушайте, ладно, ладно это. Ладно это. А вот, представляете, я смотрела вчера блогера американского одного. А он, ему, наверное, лет пятьдесят. Он такой популярный блогер. И он ведет один из таких прям, знаете, ну, каналов. У него канал, ну не он, его лично, а такой большой канал. Такой, ну, про трампистский, скажем, про республиканский. А он еще параллельно свой, типа, блог ведет. То есть его знают как ведущего на том канале, а тут у него свой такой личный блог. И он такой, типа, ну, рассказывают вообще о жизни там. Вот я там сижу, туда пошел, какую-то машину купил. У него много подписчиков, потому что его знают как ведущего того патриотического канала. И вот он, значит, рассказывает, что он холостой. Холостой. Я, говорит, последний раз, четыре года назад у меня была гиллфренд, и сейчас я, значит, холостой. И ему там говорят, ну, а что ты холостой? А он, значит, как раз таки, сейчас я скажу, где он сидит. В Сиэтле он сидит. Сидит он в Сиэтле, и ему говорят, ну, что, там нету женщин, что ли, в Сиэтле, что ты четыре года не можешь найти. А он такой, ну, видный мужик такой, знаете, в возрасте, ну, такой, хорошо ухоженный, такой, в форме, ну, нормально сохранился. А он говорит, вы знаете, что? У нас там мужики из-за женщин себя выдают. То есть, говорит, это просто очень опасно сейчас, идти на свидание. И они, говорит, так уже, но вовчились менять. И, говорит, ты не определишь по фотографии женщина с женщиной. И они уже принимают гормоны, у них и голос меняется. Он говорит, и голос вот по телефону. Одно время, вот я помню, раньше мужики говорили, что если ты не хочешь попасть в просак и попасть на вот этого леди-бой, не хочешь попасть, то надо поговорить по телефону, убедиться, что оно это, ну, голос выдает. А сейчас уже голос не выдает. Они сейчас уже так наловчились, что уже по голосу не понять. И вот он жаловался, да, там у него стрим был, и он жаловался, он говорит, или мне переезжать в другой штат надо, или, говорит, что-то делать, потому что, говорит, вот в Сиэтле, это же либеральный штат, там, ну, Вашингтон, это штат Вашингтон, и сам Сиэтл либеральный. И он говорит, вы знаете, я, говорит, уже попадал не раз, уже, говорит, просто страшно ходить на свидание, потому что и на вид женщина, и по телефону разговаривает женщина, и, говорит, выглядит потрясающе, то есть оно худое. Если женщины там, американки, вы знаете, они вот, ну, упитанные такие, а этот, а мужик, он так стройный, худой. И он, говорит, высокий такой, говорит, такой высокий, говорит, стройный, он, говорит, два метра красоты, ноги от души, а это, говорит, мужик. И вот такая вот проблема, представляете, сейчас. Хорошо тем, у кого жены дети есть. Слушай, это такое, это так, это такая не проблема, не проблема на самом деле. Я тебе скажу, я на Новый год, мы Новый год встречались здесь вот, в этом году, я на Новый год был Снегурочкой. И как? Приняли, да? Я так нарядился, я так нарядился и накрасился, меня хрен отличишь было от женщины. Ну, да. Поэтому. А голос тоже, поэтому. Под Снегурочкой голос тоже, да, поднял? Ну, нет, ну, нет. Ну, это не было целью такой, как бы, ну, было прикольно, ну. Не, ну, я поняла, это смешно, конечно, костюм, это одно дело, но вы представляете мужику, он говорит, я, говорит, ну, вы, представляете, раз вы приходите на свидание, да, в ресторан, там, столик забронировали, приходит, вроде как женщина, длинные волосы, грудь там такая, все дела, а потом оно сообщает вам, что это мужик, и представляете, как ему уйти, потому что там вроде как и заплатить, и я не знаю, как вот мужчина в таких ситуациях. Жалко, что ему никто не спросил на стриме, как он выпутывался, как выпутываться, просто убегать из этого свидания, собраться и убежал, или заказал, а тот пускай платит, или что, как они выкручиваются, мне непонятно. Ну, я бы не хотела бы у вас такую ситуацию. А? Да никто бы не хотел, никто бы не хотел. Ну, понятно. Вы знаете, вас на самом деле очень плохо слышно, вам хорошего дня, как говорится, happy father's day, вот, день отца, чтобы у вас, у вас правильные ценности, я уверена, что вы воспитаете своих детей в правильном русле. Вот, а насчет Америки я очень надеюсь, у меня дети уже большие, они свалили, как бы, ну, по работе, уехали все в Портланд, я не очень доволен этой ситуацией, потому что Портланд тоже в зопе, ну, мягко говоря. Ну да, да, у них же там этот белый лагерь был этот в центре города, этот, с палатками, они там, лето любви, да, summer of love, у них там было, что их разгоняли, потом полиция. Ну, так же самое, как все Атлесии. Ну, вот, вот это все побережье, то и вот это из восточной, то, вопрос, где хуже, там хуже, или тут хуже. Вот, Техас еще держится, но, говорю, у нас уже 2% всего голосов выиграл наш республиканский губернатор Эбот, он только 2% выиграл, то есть это просто мы на грани прошли, по лезвию прошли, по лезвию. Если бы пришел этот Эбета, он первым делом там обещал оружие всем запретить, вы представляете, чтобы было в Техасе, если бы они оружие запретили? Да вообще. Да это просто вообще кошмар. Вот, ну ладно, хорошего вечера, еще раз хорошего вам, говорится, happy father's day, еще может увидимся, будем держать пальцы крестом, чтобы что-то наладилось. Чтобы вернулась Америка в свое русло. Да, ну, посмотрим, столько нелегалов запустили, мне как бы уже мало надежды. Чудо может нас спасти, Бог все-таки есть, может вдруг он храни Америку, да, может захвани. Вот, ну всего доброго вам, до связи, до свидания. Ну вот видите, ребята, тоже нормальный мужчина, с нормальными ценностями традиционными, да, и вот он говорит, что, что те, которые живут и говорят, что в Америке ничего не изменилось, в Америке все хорошо, они либо слепые, либо идиоты, но дайте Бабичеву послушать, киньте ему ссылку на этот ролик, пусть посмотрит, потому что, вы знаете, если он мне не верит, пусть он послушает других американцев, которые не живут в Нью-Джерси, которые не относятся к этому еврейскому комьюнити, в котором он живет, и считают, что в Америке тут все прекрасно, просто, и давайте Израилю помогать, Израилю деньги посылать, Америка уже в жопе, давайте деньги Америке посылать. Бабичеву, попадись мне на Срим, я тебе порву, как ту изгрелку. Все, приятного просмотра, подписывайтесь, пока. Субтитры сделал DimaTorzok